Сегодня Святая Церковь чтит память первосвятителя Иерусалимского Ювеналия, который в годы волнения и смут Восточной Церкви стал оплотом истинного православного учения. Именно в годы его патриаршества были созваны Третий и Четвертый Вселенские Соборы, которые сначала осудили ересь Нистория, а затем и Евтихианскую Монофизитскую. Святитель Ювеналий восставал против них с пастырской ревностью, всячески сберегая стадо Христова. Еретики, конечно, тоже не дремали. Они сумели переманить на свою сторону вдовствующую императрицу Евдоксию, под покровительством которой лжеучитель Феодосий требовала патриарха Ювеналия, чтобы он отказался от православного догмата о двух естествах во Христе. Но предать истину для святителя было совершенно немыслимо. И он мужественно исповедовал православные учения о соединении в Господе Иисусе Христе обоих естеств, божественного и человеческого, нераздельно и неслиянно. Тогда еретики не изложили святого Ювеналия с патриаршего престола, и архиепископ удалился в Константинополь. Но святой отец, великий светильник церкви, имел множество друзей. Император Маркиан, уважавший первосвятителя, добился восстановления его в патриаршем достоинстве. Другой из подвижных святителя, преподобный Симеон Столпник, вразумил императрицу Евдоксию, которая покаялась перед архиепископом и вернулась в лоно православной церкви. А вслед за ней и большая честь, совращенная еретиками паствы. Наконец, в Восточной Церкви наступил мир и установилось церковное единомыслие и благолепие. И со спокойной душой, после 38 лет святительства, патриарх Ювеналий мирно скончался среди верной паствы своей. 15 июля. День памяти святителя Ювеналия, архиепископа Иерусалимского. Субтитры создавал DimaTorzok